Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 марта и глядя на мою рассаду сегодня, я могу сказать, что здесь встретились уже все-все сроки, разные сроки посевов. Вот смотрите, вот эту я сеяла всего 4 дня назад, ну 3 или 4 дня назад. Она вот только-только-только появляется. Еще завтра и послезавтра я буду ранней скороспелой еще подсевать. Но если посмотреть на всю остальную массу, то тут собрались уже все возрастные группы, то есть вот это вот раннее урожай для теплицы, там дальше просто для теплицы. Потом уже начинается там для теплицы, которые высокорослые первые я садила, потом для теплицы, которые уже не высокорослые, не индотерминатные, потом более поздние, более все дальше, дальше, дальше. Сегодня я их как по росту просто выносила, выставляла. И когда у меня сегодня спросили за какое-то число показать, как выглядит рассада, я сразу извинилась и сказала, честное слово, но мне найти очень сложно, чтобы найти какой-то один лоток среди этого зеленого моря вот этой рассады. Это надо потратить очень много времени, не просто его жаль. Потому что подписан он с одной стороны, этикетка, если не с этой стороны, надо все переворачивать. Это очень трудоемко и затратно. Я сейчас могу вам... Да еще видите, дело в том, что она находится очень высоко. Мне приходится каждый раз вставать на какой-то или на мешок, или на ведро, или на кастрюльку. Я сейчас могу показать, вот кого интересует. Конечно, людям интересно, ай, какой срок. Я могу вот так просто по росту показать. Вот эти, конечно, у меня для получения раннего урожая. Это супер ранний урожай. Вот это уже высокорослые первые, я распекировала индетерминантные для теплиц, которые дольше всего растут, дольше всего куст формируют. Это вот они, которые распекированные. Это вот те же сорта, только еще не распекированные. Я вот сегодня показывала, что я их буду только пекировать. Тут уже идут помладше. Там было... Сейчас, подождите, перейду. 3 февраля, а тут уже дальше. Вот тут есть возможность залезть на мешок. Подождите. Так, лезем. И вы видите, что если там уже вроде как взросляк, то, чем дальше мы продвигаемся, мы видим, что уже началась младшая группа. Все. Уже все меньше, меньше, меньше. Тоньше помидорки, меньше, тоньше. И там совсем есть малыши. И вот, конечно, среди такого количества, тут уже, я не знаю, не найдешь ничего. Я же, мне же их не важно, по каким они датам, я их просто выставляю по росту и все. Я их буду рассортировывать по датам, только во время высадки. Я вот сейчас даже пекировку пекирую, когда делаю не по датам, а по размеру рассады. Вот это у меня посеяно раньше, но так как она, вот толстоногий сорт, она будет еще стоять. А вот эти посеяны тоньше, но они, видите, тонконогие. У них уже два листика, но они такие тоненькие. Это такие сорта. Вот их пекировать буду в первую очередь. А эти толстяки будут так и стоять. И поэтому уже тут все сорта перепутались. Я сейчас смотрю просто по внешнему виду, которые разрослись, те рассаживаю. Которые еще могут потерпеть в общей коммунальной квартире. Оставляю так. Вот так мы выглядим сегодня, 21 марта. Я выхожу, смотрю же на них каждый день. Два раза в день, три раза в день. И рассада неплохая. Конечно, не хватает. Вот несколько дней было холодно, на солнце не выходили, не хватает солнца. Ну как только выставляю на солнце, сразу вид меняется. И сразу хочу сказать про подвялость. Видите, вот те большие, они немножко подвяли. Это нормальное явление, многие люди интересуются. Почему вот я выставляю на солнце, подвяли, занесу домой, они опять встали. Но это все-таки, это их незакаленность. Перед тем, как они привыкнут к солнцу, пройдет очень много времени. У меня тоже вот эти те здоровые, жарко в теплице. И солнце яркое. Если прямые лучи, конечно, они будут немного подвялые. У меня, видите, здесь даже перцев нет. Перцы спустила вниз, на полку ниже. И они у меня там стоят при разреженном солнечном свете. Я их даже на прямые солнечные лучи боюсь выставлять. Сразу вянут. Все. Вот это короткий такой обзор. И хотя не по датам, а просто по размеру, по росту показала. Продолжение следует.